Девушки отдыхают Максим Красовский и это программа «Гриль». Сегодня я вам расскажу, как приготовить чизбургер на гриле. Для этого нам понадобятся булочки, котлеты из говяжьего фарша, огурцы лучше бочковые, сыр, бекон и приготовим соус, которым мы смажем нашу булку. Почему я хочу приготовить чизбургер? А все потому, что я хочу развеять миф, что самые лучшие бургеры и гамбургеры готовят только в известных сетевых фастфудах. Мы приготовим чизбургер по-техански. Все очень просто. Я просто был в Техасе и попробовал там изумительный чизбургер именно в таком исполнении, который я хочу вам сейчас показать. Посмотрите на эти замечательные простые продукты, и именно из них мы приготовим самый честный, самый правильный чизбургер. В приготовлении этого чизбургера мы будем использовать говяжью котлету. А также можно использовать различные начинки. Можно курицу, можно рыбу, можно в рубленом виде, можно целиком, стейками, как вам угодно, на ваше усмотрение. Можно даже мясо кусками как барбекю положить. Все это будет хорошо сочетаться, если это будет приготовлено правильно и своими руками. Эти котлеты для бургера я приготовил из говядины. Не смотрите так, как будто они выглядят магазинами, ровно они за счет того, что я готовил в специальной форме круглой. Поэтому они с ровными краями и смотрятся как ресторанные. Но не переживайте, вы можете сделать любой формы, какой вам удобно. Даже если они будут кривые, квадратные, овальные, круглые, хоть шаром. Главное, чтобы они были ваши, приготовлены собственными руками. Я рекомендую прокручивать фарш на крупной решетке, чтобы мясо не сбилось в такую пасту и бы имело какую-то структуру. Толщина тоже очень важна, не больше одного сантиметра. Мы будем обжаривать это все на мангале достаточно быстро, чтобы мясо не высохло и не потеряло свою сочность. Для настоящего техасского чизбургера я беру бочковые огурцы. Ни в коем случае, ни малосольные, ни корнишоны, ни слабосоленые, только бочковые. Давайте их нарежем. Сыр. Я не рекомендую экспериментировать с сырами, так как, чтобы чизбургер был по-техасски, нужно использовать именно чадр. Он бывает двух видов. Бывает оранжевый, а бывает желтый. Мы будем использовать оранжевый. Также давайте приготовим соус. Соус очень простой. Нам понадобится соус барбекю и соус майонез. Всего лишь нужно просто смешать в пропорции один к одному. Отлично. Соус у нас почти готов. Ну и, собственно, давайте перейдем к приготовлению самих котлет. Для этого мы их немножко поперчим. И не жалейте перец. Ихатцы любят погорячее. И так же со второй стороны. Солить не будем, посолим в конце, чтобы мясо сохранило свою сочность. Опс. Вот сейчас у нас здесь горит огонь. Этого не должно быть, потому что мы должны котлету не обжарить на огне, а пожарить на углях. Это очень важно. Друзья, сейчас я вам расскажу, как убрать из баклажана излишнюю горечь. Не секрет, что баклажан с грядки, он никогда не горчит. Но если баклажан немножко полежал, в нем появляется легкая горечь. Мы подготовим его для дальнейшей жарки на гриле. Для этого мы порежем баклажан достаточно широкими слайсами, чтобы удобно было его жарить. Если же вы будете использовать баклажан в салат, то тут, естественно, нарезать его нужно помельче. Дальше достаточно щепоточки соли и посыпем наши баклажанчики сверху. Даем немножко им постоять, впитаться, чтобы выделился сок. Вот, как вы видите, уже начал выделяться. Так баклажанчики должны постоять 5 минут. Этого будет достаточно. Затем мы возьмем водичку. И промоем баклажаны. И как раз соль вытягивает лишнюю горечь. И теперь возьму эти баклажаны, пожарю их на гриле, и они не будут горчить. Давайте проверим, что у нас с углями. Вот, отлично, то, что надо. Здорово. Смажем наши котлеты немножко маслом. Так, ну и давайте их положим на угли. Смажем их еще и с другой стороны маслом. Закрываем. И нам нужно немножко поторопиться, потому что котлеты приготовятся в течение 3-4 минут. А булочки нам тоже надо будет обжарить на гриле, чтобы их погреть. Давайте сделаем это сразу. Сильно мы их обжаривать не будем, только с одной стороны, да слегка хрустящей корочки, чтобы там появились полоски. Самое время снять наши булочки. О, супер, то, что надо. Музыка. 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 Так, также пришло самое время обжарить бекон. Музыка. 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 Бекон жарим тоже до характерных полосок на нем. Сильно не пережарим, а то он потом в бургере будет как чипс хрустящий и может тянуться. Сейчас меня посетила очень классная идея, что мы можем сделать не только бургер по-техасски, а большой бургер по-техасски. для этого мы дожарим просто еще одну булочку. Музыка. Музыка. Котлеты у нас почти готовы, бекон готов. Осталось дело за малым. Всего лишь положить сыр прямо на котлеты. Музыка. Музыка. градусов. Супер. Котлеты готовы. Обратите внимание, я сыр кладу на котлету прямо на гриль, а не отдельно. Ну все, наши котлеты готовы. Давайте снимать их и собирать наш чудо-бургер. У-у-у, отлично. Это правда здорово, запах обалденный. И давайте соберем наш мега-чизбургер и обычный чизбургер по-техасски. Нам еще надо будет помидор. Нарежем его тоже тоненькими кольцами. Можно и не тоненькими. Если вы любите помидоры, нарежьте их так, как вы это любите делать. Это же все-таки наш чизбургер. Также нам понадобится лук. Можно использовать красный, также и белый лук. Как вам нравится. Но техасцы любят красный. Каждый слой булки мы будем смазывать соусом. Много соуса не надо. Котлеты у нас и так достаточно сочные. Мы немножечко просто разбавим этот вкус. Сделаем ему более приятным. Так, давайте возьмем досочку, где мы это будем все собирать. Ну и давайте начинать. Укладывать слои. Каждый слой мы будем перекладывать листьями зеленого салата. Это придаст нашему бургеру особую сочность. Так, уложим помидорки. Отлично. Не забываем про наши бочковые огурцы. Немножко добавим лука, но много не будем, чтобы он не испортил наш дальнейший вечер. Пришло время выложить котлету. Обратите внимание, что она уменьшилась в размере и стала ровно по диаметру нашей булочки. Ммм, это превосходно. Ну, вот так выглядит наш техасский чизбургер. А это будет наш большой техасский чизбургер. Мы добавим сюда еще один слой. Мне кажется, это просто здорово. Ну и теперь давайте подведем итог. Мы сегодня приготовили техасский чизбургер и большой техасский чизбургер. Для этого мы использовали булочки, говяжьи котлеты, бекон, сыр, соленые огурцы и томаты. Мне кажется, выглядит просто потрясающе. И очень аппетитно пахнет. Вот это чизбургер для проголодавшихся девушек, а вот это чизбургер для настоящих ковбоев. Вот видите, как все просто. Мы приготовили два, можно сказать, разных бургера буквально за 10 минут. И не стоит это того, чтобы бегать по ресторанам, стоять в длинной очереди, заказывать, бронировать столики. Все можно приготовить у себя дома на вашем гриле. Приятного аппетита! Ну что, ковбой, вы проголодались? Давайте налетайте! Где наша проголодавшаяся девушка? Это для нее! Давайте, давайте, пробуйте! Ну что, ну большой будет неудобно есть. Вот, смотри, у меня, например, рог не откроется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!